Точечные изменения, почему Черчесов воздержался от экспериментов в последнем матче сборной России в отборе Евро-2020, 20 ноября 2019 года, 10.35. Сергей Стариков Сборная России крупно обыграла команду Сан-Марина в заключительном матче квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года. При этом главный тренер Станислав Черчесов отказался от экспериментов и практически не дал возможности проявить себя молодым футболистом, сделав ставку на игроков основы. О том, почему наставник обошелся без масштабной ротации состава, в материале Сборная России разгромила команду Сан-Марина и на мажорной ноте завершила отборочный цикл Евро-2020. В свете тяжелого поражения от Бельгии эта игра должна была стать не только бальзамом на душу для российских болельщиков, но и отличной возможностью поэкспериментировать. В дуэли с главным аутсайдером Секстету можно было не только опробовать новые тактические схемы, но и посмотреть ближайший резерв. Однако Станислав Черчесов распорядился иначе и выпустил проверенных бойцов на газон стадиона Олимпика. Безусловно, в старте оказалось несколько новых лиц. До настоящего момента Антон Шунин лишь дважды выходил на поле в свете ренациональной команды, да и то в товарищеских матчах. В 2007 году он появился во встрече с Польшей, а четыре года спустя – с Грецией. Что касается Максима Беляева, то для защитника Арсенала это и вовсе был полноценный дебют. Также по теме «Пять безответных мячей» сборная России обыграла команду «Сан-Марина» в заключительном матче квалификации «Евро-2020». В заключительном, десятом матче квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная России одержала победу над. Вновь нашлось место Сергею Петрову. Правда, на этот раз защитник Краснодара расположился на привычной для себя правой бровке, где сменил Мария Фернандеса. Футболист ЦСКА уже давно находится не в лучшей форме, в связи с чем решение Черчесова предоставить ему отдых видится вполне разумным. То же самое можно сказать и об отсутствии Юрия Жиркова. Если в предыдущем матче его появление с первых минут практически не поддавалось обсуждению, то на этот раз логичным казалось его отсутствие. В 36 лет спортсмен уже не способен играть через два дня на третий, кроме того, шанс проявить себя заслужил Зелимхан Бакаев. По результатам противостояния с Бельгия полузащитник Спартака стал одним из немногих, кто не заслужил претензий, поэтому выбор в его пользу был логичным. Однако на этом эксперименты Черчесова подошли к концу. В остальном состав был почти таким же, что и в Санкт-Петербурге, а единственным исключением стало появление Далера Кузяева с первых минут. Он сменил Романа Зобнина, но это сложно назвать чем-то принципиально новым. За два года с момента дебюта в активе полузащитника Зенита значится 21 игра за сборную, в том числе 5, на домашнем чемпионате мира. Несомненно, в 2019 он не так часто оказывался в заявке, но это связано с травмой Мениска. Тем не менее можно и сказать, что с этим решением Черчесов угадал. Кузяев очень активно смотрелся в первом тайме и наравне с Бакаевым, Петровым и Кудряшовым принимал участие в большинстве опасных атак гостей. Достаточно сказать, что он оказался причастен к двум первым голам коллектива. Далер дважды здорово пробил из предела в штрафной, но если в первом случае мяч сразу оказался в сетке, то во втором потребовалось добивание в исполнении защитника Краснодара. Петров также оставил о себе хорошее впечатление и стал одним из главных героев. Он здорово участвовал в организации атак, растягивал оборонительную линию оппонента и подавал в штрафную. Результат – две точные передачи и три балла по системе гол плюс пас. В свете его успехов и не лучшей формы Фернандеса можно смело сказать, что и в игре с красными дьяволами он бы смотрелся не хуже под уставшего Мария. Но если его появление выглядит вполне объяснимым, то нахождение в стартовом составе тезок Миранчука и Ионова, а также Аздаева вызывает серьезные вопросы. Так, каждый из них провел изнурительную встречу с Бельгией и вполне заслужил отдых. В большей степени это касается Магомеду, которому практически ни за что винить себя в поражении от лидера рейтинга FIFA. Атлет боролся за мяч в каждом эпизоде и стал автором самого опасного удара хозяев в первом тайме. Возможно, оставив двух Алексеев в составе, Черчейсов пытался приободрить их после неудачи в Санкт-Петербурге и дать обоим возможность вновь почувствовать вкус гола. В итоге оба отличились, но было ли это для них так важно? Большой вопрос. То же самое касается Джуки и Дзюбы. Оба являются непререкаемыми игроками основы и спокойно могли взять выходной. Но если Артем был мотивирован желанием превзойти бомбардирские показатели Бесчастных и Киржакова, вследствие чего мог сам настоять на своем включении в состав, то Георгий находился в другой ситуации. Пару Беляеву вполне мог составить Чистяков, для которого этот опыт стал бы бесценным. Так, Дмитрий получил бы возможность не только понюхать пороху на уровне сборных, но и обратить на себя внимание Станислава Саламовича. Однако в основе оказался защитник Спартака, что можно объяснить лишь неуверенностью специалиста в экспериментальном сочетании. Судя по всему, он вполне мог оказаться прав, ведь Россия имела все шансы стать второй командой с 2017 года, позволившей Сан-Марина поразить свои ворота. Во втором тайме Хозяева имели две возможности отличиться, причем второй момент возник из-за грубой ошибки Беляева. Максим ошибся при исполнении передачи, и Хосей Хеш чуть было не отправил мяч за Шиворот Шунину. Но наиболее неожиданным стал выбор Черчесова в плане замен. Если выход Николая Комличенко казался логичным, то появление на поле Александры Головина и Романа Зобнина сложно объяснить. Особенно это касается Ховбека Монако, пропустившего встречу с Бельгией из-за травмы, а до этого игравшего на уколах. Возможно, логичнее было бы поберечь одного из лидеров и дать возможность попрактиковаться тому же Ахметову или Ерохину. Голевые подвиги Дзубы, выход в старте Бакаева и Чистякова, замена Гильерми, чего ждать от сборной России в Сан-Марина. Во вторник сборная России завершит отборочный этап Евро-2020 выездным матчем с Сан-Марина. Станислав Черчесов ввиду отсутствия похожая ситуация с Зобниным. В нынешнем сезоне он выступает явно ниже своего уровня и мало напоминает самого себя образца чемпионского сезона «Спартака». Многие эксперты связывают это с последствиями травмы и усталостью из-за отсутствия альтернативы в клубе. Между тем за последнюю неделю Роман провел на поле 93 минуты, в то время как его потенциальный сменщик Данил Фомин даже не попал в заявку. Накануне заключительных матчей квалификации Евро-2020 в СМИ широко обсуждалось решение главного тренера привлечь Хавбека Уфы в сборную, но в итоге он так и не получил шанса продемонстрировать свое мастерство. Это касается и вингера-локомотива Рефата Жималеддинова, тоже не выбравшегося из резерва. Что касается Комличенко, то своими успехами в играх за Млада Болеслав он заслужил право попробовать себя в первой команде страны. Удивление вызвал лишь тот факт, что он вышел в пару дзуби, а не на замену ему. На острие оказались сразу два мощных форварда, один из которых постоянно был вынужден либо смещаться на фланг, либо опускаться в центр. Возможно, Черчейсов пытался симулировать тактическую модель «Зенита», но Николай не способен тягаться с Азмуном в скоростных качествах. Да, он отметился голым и имел все шансы оформить хит-трик, но ответственность за это лежит на защитниках оппонента. Таким образом, матч с командой «Сан-Марина» дал повод считать, что сборная России может воздержаться от серьезных экспериментов в преддверии чемпионата Европы 2020 года. В будущем коллектив ждет целенаправленная подготовка к турниру, по ходу которой Черчейсов наверняка будет наигрывать схемы и оттачивать взаимодействия между футболистами. Заключительная встреча квалификации представлялась последним шансом устроить смотр талантов, но превратилась в выступление действующих лидеров и вчерашних резервистов.